But it's gotta be changed, yes it has! It's gotta be changed, yes it has! Евгений Цыганов, актер театра и кино, лауреат приза за лучшую роль второго плана на фестивале Кинотавр и премии «Золотой орел». Дебютировал в кино в 2001 году в картине «Коллекционер» Юрия Грымова. Снялся в более чем 50 лентах, среди которых «Прогулка», «Космос как предчувствие», «Брестская крепость». В 2017 году выходит картина «София Палеолог», в которой Цыганов сыграл Ивана Третьего. Ну, человек подходит, значит, ему это зачем-то надо. Может, у него там... Можете мне помочь сумочку там перенести, понимаешь? Ты такой, окей, сумочку перенес. А вот можете мне что-нибудь написать? Окей, вот я вам написал. Кому-то это важно, кому-то это не важно. Ну, кто-то этому чувству общего единения как-то... Вот. Ну, как бы, почему бы и нет. Наверное, есть люди, к которым бы я подошел за автографом. Ну, вот я встретил Михаила Боярского, например, здесь. И, конечно, как-то на улице он стоял. Я подумал, Михаил Боярский, а у меня ни ручки, ни бумажки. Ты идешь по Камергерскому, идет там артист Костолевский. Ты думаешь, как? Так же, как люди ногами по Камергерскому. Это же там звезда пленительного счастья. Я же это все помню. Ну, конечно, у тебя срабатывает какой-то крем. Вышел фильм «Питер.ФМ» тогда. И причем вышел... Дело не в том, что даже фильм вышел. А дело в том, что вышел клип группы «Город Тридцать» на который крутили. И когда вышел фильм «Красный жемчуг любви», то вышел бумбокс с вахтером. И говорили люди, мы тебя знаем, ты снимался в клипе бумбокса. Я говорю, я не снимался в клипе бумбоксе. Ну, просто это не совсем правда. Есть человеческий фактор. То есть есть люди, которые обращаются, я могу знать, могу не знать. Люди, которых я знаю, там как бы проще. То есть как бы ты с этим человеком, как бы тебе интересно или нет, ну, грубо говоря. Людей, которых ты не знаешь, их надо, ну, вроде как, хоть чуть-чуть узнать. В принципе, достаточно одного разговора, чтобы понять, интересно или нет. Все-таки это, как бы, первоначальная, как бы, вещь. Иногда она важнее сценария, она точно важнее, там, финансовой составляющей. Вариант, что я не работаю в театре, а работаю в кино, меньше рассматриваю, чем вариант, что я не работаю в кино, а работаю в театре. Мне все-таки интересно то, чем я занимаюсь. И в кино ты все-таки, наверное, больше, как бы, эту всю историю, ну, типа, обслуживаешь. Ну, тебе говорят, нужен такой артист, типа Цыганова. А давайте и позовем Цыганова, например. Ну, вот что-то такое. А в театре ты все-таки делаешь какую-то работу. У тебя есть, ну, как бы, традиционный процесс, есть роль, есть взаимоотношения. И трудно не в смысле ожидания, как в кино, а в смысле именно вот этого рождения. Когда ты выходишь на сцену. Это, ну, совсем другие какие-то, как бы, истории. Кино тебя могут порезать, как угодно, из тебя здесь сделать черточное. Кино – это бабочка, которая должна пролететь в кадре. И не нужно этот кадр, ну, типа, отбить до того, как она пролетела и после. Вот нужно как-то этот момент, он такой, как бы, чувственный такой момент, что, типа, оп, и все готово, и оп, мы сняли. Ну, как бы, да, и было, случилось. Вот. И в этом смысле ты просто себя действительно, ну, как бы, настраиваешь на то, чтобы вот в тот момент, когда это произойдет, чтобы ты, как бы, был на месте, ты понимал, как бы, историю, ты не тянул на себя, там, не делал лишнего. Тебе нужно, вот, поверить в это происходящее, что ты – это вот тот чувак, который вот, и что… И тогда зрители, наверное, в это поверят, а значит, смогут это, ну, сопереживать. А это, типа, самое главное, что может быть. В театре есть немножко другие всякие истории, есть разные, как бы, подходы к постановкам, есть разные, там, ну, вот эту вот работу над образом. Не всегда этим пользуются, но все другие, просто другая история. Для того, чтобы себя какую-то дрянь выкинуть, там, сыграй завистника. Пройди эту историю с Альери, который, блин, все это, и не чурайся ты его, не делай ты его глупее себя. Найди в себе эту зависть, как она в тебе, там, проникает, попадает, там, и там, вдруг, ну, услышь ее. И себя ее, типа, блин, вот таким вот образом. Есть вот такое, например, такое отношение. Интересно все-таки, когда у тебя есть общение. То есть, когда у человека есть свое представление о том, что происходит, и в то же время, что он способен тебя слышать. То есть, он не самодур, который такой, я все по-другому себе придумал. Кино так тоже не бывает, потому что, ну, и я себе там что-то придумал, в чем будет что-то третье, по-любому. Интересно, когда себе человек что-то может, ну, как бы, что-то. Когда у него учиться можно, когда он, когда ты говоришь, я не знаю, как это вообще произнести, это какой-то странный текст. Он говорит, а если его произнести вот так? И ты говоришь, да. Я сейчас прочитал фразу у этого детки, которая, ну, там, Айкидо, собственно говоря, было в начале, да, у истоков, что искренность, не могу наврать, типа, цитату, это, собственно, и есть вот тот путь, который ты там всю жизнь проходишь, это путь, там, к своей искренности.